Девушки отдыхают Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, утка и есть. Вот только не до шуток было хорошей тактической стратегии Fallout Tactics. Она выглядела как Fallout, рассказывала о событиях вселенной Fallout и на голову свою даже называлась Fallout. Несмотря на это, Fallout она не являлась, за что и оказалась в опале у игрового сообщества. С Fallout 4 произошла примерно та же ситуация, что после третьей части выглядит совсем уж странно. Fallout 4 это финальный реквием по наследию классической изометрической РПГ. Так что оставим славное прошлое в прошлом. Перед нами то развитие серии, каким видит его Бесезда, держащая в руке перо великой летописи. Главного героя превращают в отморозка, на 210 лет перемещая в криогенный сон, дабы разбудить в дивном новом мире. Это в 2008 игровом году юный выходец из убежища отправлялся на поиски своего родителя. За 7 лет разработки нового проекта сценаристы сумели разродиться куда более интригующей мотивацией. Теперь родитель выдвигается на поиски сына. Что ж, покой нам только снится. Ведь никто не мешает искать чада в каждом комоде каждого заброшенного дома. Новая глава великой серии сразу определяется с градусом повествования. Там, где наши предшественники робко набивали первые шишки на кротокрысах и муравьях, герой Fallout 4 уже расстреливает когтей смерти из минигана. Система ватс осталась на месте, по пути разжившись пунктом критического удара. Удачные атаки заполняют специальную шкалу, позволяющую сделать усиленный выстрел, гарантированно попадающий в цель и наносящий дополнительный урон. Игра еще не стала чистокровным шутером, какой была в дополнениях к третьей части, но заметно увеличила дозу стрельбы, что очень неплохо сочетается с любовью беседки к подземельям. Только вот подземелье, как ни странно, теперь находится не под землей. Бостон просто под завязку нашпигован всевозможными полуразрушенными зданиями прошлой эпохи. Достаточно странно любоваться целехонькими домами спустя 200 лет близ эпицентра атомного взрыва, но факт остается фактом. Пустоши теперь и не пустоши вовсе, что не делает их исследование менее затягивающим. Зачистил, распродался и на новый рейд. Как ни странно, но эта формула работает. Причем чем дальше, тем больше. Эксперименты с атмосферой мира на этом не закончились. Обычно яркое голубое небо иногда накрывает радиоактивная буря. Да и вообще влияние радиации на жизнь героя стало куда более значимым. Контакт с излучением так и норовит уменьшить максимальный запас здоровья. Филлаут 3 Для которого обнаружится легендарный же предмет. Супермолот в собаке, Свинцовая броня в дутне, Гранатомет в таракане. Бывает всякое. Помимо неплохих характеристик, Находка непременно похвастается уникальным бонусом. Взрывные или замораживающие пули, Прибавка к параметрам спешл, Увеличение урона ночью или в приседе. В общем, магия пришла в непустые пустоши филлаут. Чем больше сложность игры, Тем больше встречается легендарных соперников. Следовательно, лучше и лут. Касательно сложности вопрос вообще странный. Предустановленный средний уровень Сродни детской увеселительной прогулке. В контекстных же подсказках авторы советуют его увеличить. И если последовать их совету, Игровой процесс от этого лишь выиграет. Благо, усложнение есть аж три ступени. В ту же копилку схожести с Borderlands Отказ от навыков пользования тем или иным оружием. Современный герой на все руки мастер. И какой бластер, миниган, кольт или карабин ему не подсунь, Совсем-то он справится на ура. Конечно, всегда можно разжиться ощутимым бонусом К какому-либо типу огнестрела. За что спасибо местной системе Спешл. Забудьте про навыки и способности. Все смешалось воедино в огромное дерево Семью ветвями из десяти перков каждая. Чем выше основополагающий параметр, Тем более высокого уровня перки будут на нем доступны. Зачастую при этом каждый бонус имеет несколько уровней развития, А общий потолок прокачки персонажа отсутствует. Начальное распределение параметров Спешл При этом не является ограничителем. Очко развития, получаемое за уровень, Можно потратить на повышение одной из базовых характеристик. Подобное решение пошло игре на пользу. Никто не навязывает местный крафт и строительство поселений. Эти возможности присутствуют в игре опционально, И необходимость их использования для выполнения заданий встречается крайне редко. Правда, здравый смысл протестует против того, Что среди кучи ненужной мебели Не наберется и критического минимума полезных для возведения предметов. Что делает все это строительство не средством, а целью. Совершенно логично, что на этом фоне Недалеко и до многострадального сравнения поделки с Sims. Зато теперь есть оправдание для самых запущенных случаев клептомании. Любой хлам разбирается на ресурсы, Пригождающиеся для модернизации оружия или одежды. К слову, реализация использования силовой брони – однозначная находка. Конечно, непривычно видеть вожделенные доспехи уже на ранних этапах, Но костюм танка теперь воспринимается более аутентично, Массивный, неповоротливый, непрошибаемый И требующий при этом постоянного топлива, Ядерных блоков в изобилии раскиданных по миру. Постоянно носить силовую броню не станешь, Но для парадного выхода в свет – самое оно. Прибавить к этому модульную систему одежды И нарисуется существенный плюс к арме Bethesda. Но чем бы игрок себя не баловал, Действия его будут постоянно спотыкаться о чудовищную реализацию меню. Что верстак, что мастерская, что пип-бой со всеми его бесчисленными вкладками. Все они рождены трепать нервы несчастного геймера. Сортировка предметов гардероба и вооружения не терпит никакой критики. Но само воплощение ужаса – это окно торговли. Сменить сторону, поменять вкладку сортировки, выбрать, передвинуть, жмякнуть, нажать, Назвать торговлю неудобной будет с нашей стороны неоправданным и незаслуженным эфемизмом. Зато цензурным. С чем цензурная лексика не справится, так это с описанием местной диалоговой системы. Пресвятой ядерный реактор! Каким образом это отвратительное мракобесие вообще прошло через фокус-группу и всевозможные тесты? Четыре варианта ответа часто оказываются одним. Да и о каких вариантах мы вообще говорим, если на экране показывают не реплики диалогов, а богомерзкие сокращения вроде «да», «наверное», «грубое да» и «неуверенное да». Вроде и выбираешь лаконичное «нет», а персонаж начинает нести такую пургу, что становится стыдно не только за него, но и за того творческого деятеля, который ему эту реплику написал. Слово «сарказм», под которым скрывается самая лютая дичь, легко возненавидеть уже на первых порах прохождения. Уж лучше бы диалоговой системы не было вовсе, чем то несостоятельное недоразумение, получившееся в итоге. Понятное дело, что авторы ориентировались на современную консольную реализацию реплик уровня Deus Ex, Mass Effect и прочих драгонейджов, но в конечном итоге с задачей абсолютно не справились. Причем тот же «Нью-Вегас», посетивший консоли, никого в свое время не смутил своими диалоговыми окнами. Вместо плеяды готовых удачных решений авторы сотворили свое чудовище. Даже жалко, что на фоне убогого местного общения теряется тот факт, что Fallout 4 – первая игра числовой серии с говорящим протагонистом, для озвучивания которого было написано 13 тысяч реплик и потрачено 4 года работы актеров. Плохо беседка. Зато увеличилась роль мешающихся под ногами напарников. Они участвуют в беседах и живо реагируют на различные действия игрока, раздражаясь или, напротив, симпатизируя оному. А там и до откровений недалеко. Чем симпатичнее выходец из убежища в глазах спутника, тем больше тот о себе расскажет. А то, глядишь, и новую линейку квестов выдаст. В большинстве случаев задания линейны и укладываются формулу «поступить правильно» или «не поступать никак». Попытки убить ключевых персонажей тоже заведомо провальны. Те лишь станут отряхнуться немножко и пойдут себе дальше по своим ключевым делам. Всю дорогу герой движется по рельсам. И лишь к концу повествования авторы позволили себе намек на разветвленность, сродни Fallout 3 или той же Skyrim. Выбери свою сторону незадолго до финальных титров, да посмотри концовку, уготовленную специально для этой фракции. Опять-таки, для RPG-шутера это очень даже неплохо. А в некоторые локации даже можно зайти с разных сторон, расстреляв врагов не слева направо, а справа налево. Вот такой он, не самый великий и далеко не ужасный Fallout 4. Проект стал заложником своего громкого имени, что и делает возможным ропот относительно светлой атмосферы, подозрительно целехонького города, линейности, генерации лута, крафта и строительства. Несмотря на то, что эти элементы не очень-то идут игре с названием Fallout, все они отлично работают. Если, конечно, суметь закрыть глаза на отвратительную диалоговую систему и неудобную реализацию игровых меню, в местном же превращении хлама в стулья и оружейные апгрейды, необходимости не появляется даже на высоких уровнях сложности. В итоге, можно бесконечно рассуждать на тему того, каким Fallout 4 мог бы быть, но это нисколько не изменит того, какой он есть. Добротный шутер с обширными возможностями развития и интересным для изучения миром.